За прошедшие сутки ВФУ пять раз нарушили режим прекращения огня. В ДНР ответили на слова МИД Украины о принуждении к миру в регионе. Украина прекратила подачу воды в четыре города ЛНР. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 11 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики ВСЦКК. Под огнем украинских силовиков оказались районы сел Спартак и Коминтерного, а также поселок Жабичево и Доломитное. При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Заявление высокопоставленного представителя украинского МИД о принуждении ДНР и ЛНР к миру в рамках введения миротворческой миссии можно расценивать как призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Неконорова. Если украинское руководство планирует не только заявлять в подобном агрессивном ключе о возможности военного вмешательства, но и попытаться осуществить его на практике, мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем, новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними. Министр подчеркнула, что если Киев хочет урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, украинским властям необходимо четко выполнять свои обязательства по комплексу мер. Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв минских соглашений со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднер заявил, что есть альтернатива минскому формату. Введение миротворческих сил в Донбасс. По его словам, это должна быть операция по принуждению к миру. Украина прекратила подачу воды в Первомайск, Стаханов, Кировск и частично в Брянку. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». Уточняется, что 21 декабря коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» полностью прекратило поставлять воду с насосной станции, расположенной на территории Украины. В результате Алчевское управление перераспределило объемы воды в вышеуказанные города. Отмечается, что в связи с этим существующее водоснабжение в городах Алчевск, Перевальск, Антрацит и Красный Луч вынуждено сокращено на 50%.